Блять, хотите я вам расскажу сейчас вещь, которая меня взбесила, пиздец, блять. Из-за происходящего в мире, особенно в Международном России и Украине, сейчас у всех абсолютно представители мужского пола, у всех матерей крыша поехала. Моя мать мне по КД пишет, типа, солнышко, уезжай из России, вдруг начнется мобилизация, мобилизация начнется, тебя призовут. Я такой, мам, меня никуда не призовут, это раз, а во-вторых, у меня там категория такая, что меня призовут только в том случае, если на нас США, блять, нападет. А если на нас нападет США, то надо очень далеко валить, скажем так, так что смысла нет. Она такая, ну ты не понимаешь, я смотрела Чичваркин, и он сказал, что всех обязательно призовут. Она такая, все, бери все деньги и уезжай в Казахстан. Я такой, думаю, блять, в какой Казахстан. Она такая, ничего, заберешь с собой коп, уедешь в Казахстан, будешь стримить там, зарабатывать деньги, все будет хорошо. Я говорю, мать, блять, там сейчас аренда по тысяче баксов в месяц, и я буду жить в какой-нибудь однокомнатной халупе. Она такая, ну зато живой. Я говорю, мать, у меня есть знакомые среди людей, которые прекрасно осведомлены о том, что происходит. Мам, меня не призовут, а даже если уж и случится такая вот внезапно мировая война, то я сумею договориться так, чтобы, если меня и призовутся, ну и все было хорошо. Ну, мать такая, не, ты не понимаешь. И ПКД кидает мне посты с невзоровым, с его речами, типа, вот учись, типа, правильной речи, чтобы говорить так же красиво, как он. Ой, умеет мама слушать замечательных людей и приводить их в пример мне. То есть я очень люблю маму, но иногда это, это, это просто шиза какая-то. Веб, слушай, мать, поезжай в Польшу, как польские евреи. В случае чего, пойдем на ядерный гриб смотреть. Я, конечно, сейчас пошутил бы, но я не буду шутить. Но я не буду шутить насчет Польши на данный момент. Не в плане что-то плохое про Польшу, наоборот, у меня куча хороших шуток про Польшу в данный момент есть. Но, как говорил Гилберт Готфрид, есть такая тема, то, что хорошая шутка плюс время равно идеальный юмор. А Готфрид всегда говорил, зачем ждать? Если случается какая-то трагедия, почему ждать? Почему про это не шутить сейчас? Но я все же, пожалуй, сдержусь. Насчет некоторых шуток. И просто побегаю с видом. В любом случае, большое спасибо за 6 польских злотов.